В состав рабочей группы входят сотрудники управления муниципального земельного контроля, районных администраций, представители коммунальных служб и госпожнодзора. Они обследуют жилые помещения, которые в итоге по решению суда стали многоквартирными домами. Как показывает практика, именно здесь чаще всего встречаются нарушения, поскольку застройщик изначально вводил их в эксплуатацию не как многоквартирный дом, а просто как строение. В этом случае и требования иные. А по факту люди, купившие такую собственность, взяли на себя обязательства по своей же пожарной безопасности. Однако мало кто об этом задумывается. Пожар в Краснодаре тому подтверждение. Комиссия проверяет наличие всех необходимых средств пожаротушения и принятых мер безопасности. Отдельное внимание придомовой территории. Рядом с домами обязан быть свободный подъездной путь для пожарных машин в радиусе 200 метров, пожарный гидрант и первичные средства огнетушения. И, как показала проверка ряда домов в центральном районе, противопожарная безопасность обеспечена не везде. В рамках данного обследования выявлены целый ряд нарушений в части, касающейся пожарной безопасности. А это отсутствие пожарной сигнализации, отсутствие средств тушения, отсутствие информационных стендов. Обеспечить их наличие должны собственники объектов, то есть либо застройщик, либо сами жильцы. По требованию госпожнадзора на один подъезд требуется 2-3 огнетушителя. Это в целом не более 10 тысяч рублей. Установить ту же пожарную сигнализацию также доступно – порядка 150 рублей за квадратный метр. Экономить в этом вопросе, отмечают в комиссии, не стоит. Платой за халатность может стать человеческая жизнь. По результатам обследования домов подготовлены акты и отчеты. Все материалы будут переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования. И в интересах собственников максимально быстро устранить все нарекания, потратив средства не на штрафы, а на личную безопасность.